Ах, это Ария. Ах, это Томас. Томас играет с Арией. Это её любимое блатное место. Боже, она любит там кувыркаться, лежать. Так, ну что, котики, оставляю вас всех на улице. Сама пошла работать. Ждите Галинку после работы. Там Джуя. Спряталась, спряталась. Томас, типа, не видит её. Ну всё, играйте. Я им водичку оставила на улице, корм тоже. Так что, всё, ждите меня. Красота, кукуруза вовсю растёт. А у меня ещё пока нет. Смотрите, какое красивое поле. Так, всё, я приехала в мой высший район. Мы здесь когда-то жили. Вот там рисовые поля. Рисовые просторы. Вот на этом поле тоже кукуруза. Потому что рис нельзя сеять рядом с домами. Потому что рис периодически опрыскивает что-то добавляет. Какие-то добавки даже с вертолётов. Вот. И тракторы, и вертолёты обрабатывают поля. И поэтому, чтобы всякие там удобрения, запахи не переносились на дома. Поэтому рядом с домами садят у нас или кукурузу в основном, или сою, или рожь, или пшеницу. Так, ну всё, я пришла на работу. Я сегодня принесла Таносу, другу моему собаке, печеньки. Печеньки. Три таких печеньки, снеки. Ой, довольны будет. Он всегда садится, просит. Сейчас, если получится, покажу, как он садится. Ну а воля, воля у Кесенца. А я ничего, он куруно. Я куруно, ультима. Ки воли. Ки воли. Проси, проси. Сидота. Ну, Гвардан. Альтеровольте сидота до соло. Оки, браво. Эээ, контенту. Друзья, я по сельской дороге еду. Если кто помнит, это мой бывший, наш бывший район, Бересовые поля. Вот я решила этой дорогой проехать назад. Благо, мне надо, перед тем, как домой ехать, заеду на одну улицу, где я возьму, для Никиты пиццу готовую, чтобы у меня не буду хаться, не готовить ему обед. Видите, вот, немножко воды есть уже в поле. Вот сейчас наполняют Бересовое поле водой. Скоро будут все лесовые поля в воде. Будет красиво. Так, ну что, весна пришла, тепло пришло, пора доставать уже юбки. Но это еще не сильно такие летние юбки. Но они весенние, такие теплые юбочки. Ну, хотя бы уже короткие, уже до колена, даже чуть выше колена. Есть джинсовые, есть такая плотная, вот, которая мне нравится. Может быть, я эту сейчас одену с белыми кроссовками, кроссами, я собираюсь. Так, и хотела показать, вот, мне попросили, вот, вы так и не показали футболки. Купили, не купили? Да, купили. Это футболки Рину, для Рину. Это он себе выбрал. Вот такие вот три цвета. Такая небесно-голубая цвет, такой небесно-голубой. Видите, вот как здесь, как протертый джинс. Вот такая вот белая, точь-точь, как у Никиты. Вот, единственное, что размер меньше. Я Никита взяла XL, а Рину себе 2 XL взял. И вот такая вот тоже, именно такого синего цвета. Вот, так что, вот такие вот футболочки, всего по одному евро. Жалко, конечно, что я себе тогда спортивную футболку не успела другого цвета взять, потому что я утром купила себе футболочку. Вот такая вот, красивая футболочка. Нет, нет. Сейчас я ее найду. Сейчас в шкафу, в темном. Вот. Вот такая вот, миленькая футболочка, ведь спортивная. Вот внизу такое широкое. Видите, это самое, так же, как на рукавах, широкий такой, как бы. И вот здесь вот на спине дырки. Тоже отлично сидит футболочка. Всего 1 евро, и утром я ее купила, а вечером мы все равно поехали туда, женских уже не было. Были только мужские, но и то не все. Вот Рину себе выбрал, нашел свои размеры, ну вот и выбор. Вот такие вот футболочки всего по 1 евро продавали. Не знаю, может еще до сих пор продают в Алдии. Друзья, а вот она и я челчал. Бегу на свидание, в кавычках. Нет, это просто Катюша скоро приедет к нам в город по делам. Ну, я решила прогуляться с ней. Прохожу мимо нашей маленькой Венеции. Иду пешочком, благо не сильно далеко от нас. В сторону уже до вокзала. Здесь уже шумно. Потому что там у нас каскад. Смотрите, что творится. Очень много воды. Пена какая пенистая. С этого канала вода уходит в два канала. И вот с этой стороны тоже другой канальчик, маленький. Так, все, я иду прямо пока что. Вода выходит оттуда пенистая. и вот до сих пор тут пенка на воде идет. Уже течение более спокойное. Можно идти мимо воды и наслаждаться. Кайфовать. Иду в сторону фабрик Гуччи и какая еще там фабрика? Версачи. Гуччи и Версачи. Забыла. Так, мы договорились с Катюшей встретиться у этого фонтанчика напротив ЖД вокзала. Я дошла до сюда за 15 минут. Ой, какая я быстрая. Сейчас спросила я, они уже едут, скоро подъедут. Посмотрим. А здесь у нас практически африканская зона. Здесь очень много именно темнокожих в этом ЖД районе. Кстати, можете мне поздравить. Сегодня первый день без колботочек. Все, лето настало. Сейчас придет Катюша. Вообще, наверное, раздетая она у нас жаркая девушка. Еще жарче, чем я. Я снимаю, Катя снимает. Слушай, я только похвасталась своим подписчикам, что я первый день без колготок в короткой юбке. Сейчас Катюша придет вообще, наверное, голая. Она у нас более жаркая девушка. Я вам тоже без колготки. Ну, правильно. Ну, длинные юбки в кофте. Привет. Привет. А вы оттуда, что ли? С автовокзала? А, вы на этой остановке вышли. Чао, Лео. Нам надо... Что у тебя с рукой? Помада. А, помада. Идем, зайдем. Хорошо, хоть помада. Идем, идем. Катюша меня завезла, завела в пакистанский магазин. Пакистанский супермаркет. Она тут хочет сережки новую купить. Ей нравится индийский, пакистанский стиль. Офигеть, что это такое? Так какие огромные. Нифига. Ну, это имбирь, я знаю. А это что? Офигеть. Все такое интересное. Ну, тоже имбирь. Много имбиря, короче. Так как не отсюда выйти. Ой, пашмор какой. Куда я попала? Лев, что ты себе взял здесь? Пататени у пакистанцев? Зато смотрите, что я нашла. Сгущенка всего по евро 80. А в супермарках итальянских она в два раза дороже стоит где-то. Ну, почти в два раза. Представляете? Еще и марка такая. Блин. И всего один евро 80. Ну, надо же. А это большая. Смотрите, какая-то себе прикупила в пакистанском магазине сейчас пакистанский сергий. О, какая это? Пакистанская. Сразу покажу поближе и мои серги. Ну, они у меня в деревянном стиле. Нет, но с Галинка тоже пакистан пакистан стайл. Индийская. Вообще-то индия стайл. Это индия, но просто мы купили пакистанскую. Они деревянные. А эти деревянные. А что, индийцы-пакистанцы носят деревянные? Конечно. Они у нас это деревянные с ниточками. Какие хочешь? И это... Любе. Любе. Ой, Любе. Я обрезалась. Так, ну что, мы идем гуляем. Вот одно дело Катюша сделала. Серьги купила. Люди как на параде. Одни мы непорядочные. Мы тоже на параде. Мы надеялись такие красивые. Да. И даже намордник в руках не несем. Не то, что на подбородке. Только что собака на горгошах была. Сейчас она ее на плече повесила. Она тоже так прикольно была. Да, она бежалась с ней так здорово. Да. Кстати, оказывается, что в Италии... Вот сейчас уже скажу на камеру, что эти министры, кто издает указы, правила, как носить намордники, не носить намордники, сказали новшества. Вот. Новость, что на улице если человек идет один, он может не одевать намордник. Но сказали это так тихо, знаешь. Чтобы мало людей, кто понял, кто услышал. Вот. Чтобы мало людей, кто знал. И не подумал. Да, как и что можно носить, оказывается, намордник, если идешь сама по городу. Вот так вот. Ты не будешь больше потатины? Наелся парень, наелся. Китай, китай. Птичка, птичка. Вот так. Молодец. Сейчас я намордник сниму. Я сегодня, видите, как уже оделась по-весеннему без колготочек. Я сегодня легче оделась, чем Катюша, наоборот. Вот позавчера я была одета, а ты легко одета, а сегодня, наоборот, я раздета, а ты одета. А я сейчас, может быть, тебе купи какие-то посленожки может. Ага, там сейчас в МДФ зашли погулять. Это тоже купили. Тоже? Лео, мама, пожалуйста. Лео выбирал. Маме накидал. Мама, это тоже купи, это тоже купи. Молодец. Накидал мне сюда. Какие ты выбрал? Вот эти ты выбрал, Маме, да? Мам, давай, очень красиво. Молодец. Спасибо. Ты нажал вообще? Нажал, нажал. Вон красный горит, видите, нам Лео лифт вызвал и стоим, ждем, да? Жетем, блин. Открывайте, давайте. Браво, Лео нажал и поехали, да? Это колечки. Тинг-тиинг. Да, пи-пи-пи. Все, мы приехали. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не пугайся. Не стесняйся. Леон, так пострел на меня. Гаринка, что с тобой? Открыли. Направо для мужчин, налево для детей. Это битая его, да? Да, битая. Да. Да? Вот Лео нашел, кого он. Токио. Смотрите, футболочка, 18 евро, нормально. Я недавно, Никите, купила за футболку, за 1 евро всего. Валди продавали футболки, прикинь. Ирина сразу, в тот же вечер, пошла в себя, тоже 3 футболки, радость цветов набрала. Хорошие, да? Надо же. По одному евро. Я себе одну мальчику спортивную, тоже по одному евро там купила. цены почти одинаковые. Коляска где-то у нас. Да. Кто меня зовет? Кто тебя зовет? Хорошо быть маленьким ребенком. Где хочет, там и сядет. Куда хочет, туда залезет. Лео, аккуратно, ты что? Какао! Лео сказала, что ему понравилось такое платье. И вот такая вот сумочка. Ты хочешь, чтобы по твоей подружке было такое платье, да? Да. Красивая сумочка. Да. Очень красивая. Я не буду вот это. А ну-ка смотрите, какой парень. Да. В шляпе. Класс. А то есть попался, а купаться. Шляпы выбираем. Да. Сейчас получше не получше. Ай, солдатик упал. Дашь, пожалуйста. Кофе с сыром? Да, я справлюсь. Чау-лео. Очень красивые эти герани, да? Вообще. Цветочки. Это один из цветочков. Цветочков магазинов. Смотри, с бабочками продают вот эти вот корзиночки с цветами. Красивенько. Сейчас только что мороженым попаловалось. Фисташковое, соленое, очень вкусное. Свинюшка такая, блестящая, понравилась. Слонята, совы. Такой сувенирный магазин, тут и картины, и все. Сувениры. Ну, а каково, девочки, попочка? Да ты не видела, какая у нее там это, она вообще в бюстгальтере обычном, кружевном. Я даже еще думаю, ну вот, под курточкой? Она же плюс-минус, как Саша моя. Они обе, две девочки, такие фигуристые, прям прелесть. Только эти намордники все мешают, видишь, они из компании. Да, ну просто, ну, как-то, офигеть, сейчас увидела, действительно, Катя оказалась права, девочка повернулась. Она просто в обыкновенном бюстгальтере, кружевом, и сверху, и сверху курточка. Так она не только одна, там все три подруги, они все бюстгальтеры. Их и в курточках таких коротеньких. Блин, они, они моложе, Катя и старше, буквально на пару лет. я думаю, они такие старше, то есть, да, старше. Саша уже года на два, да? Пофигеть. Но, вообще, просто. Родители, куда вы смотрите, когда ваши дети выходят из дома? В таком виде. Голыми, а потом удивляются, что сейчас такое переключается, в неприятности. Что сейчас хотел быть день, а вечером, конечно, так опасно ходить, потому что тут купли вечером. Маньяки не спят и днем, глянь. А маньяки днем, кто не бросает, кто-то присматривается. Типа фарм. Ага. Мы не говорим, мы умные ели. Да. Там и гуляем. Вот я только что, Катюшину, подругу встретили, другую, Кристина, да, из Украины. Из Борисполя? Нет, почему из Борисполя? Из Одессы. А я слышала. Она из Одессы? А, соседка моя, тоже из Одессы. А, не красиво здесь. Золото бриллианты. Выбирай, Катя, дарю. Да ты что, правда? Да, я сегодня щедро. Браслеты, браслеты. Браслеты, браслеты, браслеты. какие браслеты, выбирай. Где браслеты? Где браслеты хочу? Браслеты она хочет. Вот, прийти как голубой. Илью. Илью что-то хочет. Илью. Тоже браслеты хочет. Сколько тут рассады интересных. Тут тоже тут один из святочных магазинов, она в центре. Чего тут только нельзя купить. Рассады. А интересно, огурчики есть тут? Помидоры, дыни, цукини, баклажаны. Сюда я не вижу огурцов. Ой, Катя потеряла. Кое-то раз в жизни согласилась пойти в Зару с Катюшей. Стоим уже полчаса в очереди, потому что его величество охранник никого не пускает. Уже 30 человек вышло и никого не пускает. Смотрите, впереди очередь какая. Сзади какая очередь собралась. Такое ощущение, как будто издеваются над людьми, блин. Во всех супермаркетах не считают людей. Во всех магазинах люди заходят, никто никого не считает. Нет, здесь все выходят, никто не заходит. Вот так вот. Выпендриваются эти Зары. Что вы думаете, мы зашли к Зару? Нифига подобного. Они потеряли таких клиентов, как мы. А мы там столько... Потеряли их удачи, фортуну потеряли. А у нас такая губа была раскатана. Мы так хотели столько много всего накупить, блин. Тысячи евро оставить. Дебилы за... Прошляпали они. Прошляпили. Послали их нахер и пошли дальше. Не, реально. Так, ну что, мы встретились у фонтана с Катюшей слева и здесь же и прощаемся. Сейчас я посажу их на автобус и домой почапаю. Все, бегите, бегите. Бегите, бегите. Давай лево, ты говорит, быстрее, быстрее. Давай, помогу. Сколько надо? Сколько надо? Я, конечно, честно... А, тот мужик вообще с велосипедом. Мы с коляской. А, поэтому там очень, что они сразу плачивают, да? Ой, какая красота, какая тучка. И там альпийские горы видны. Вот. С такими видами я иду домой. Только что Катюша посадила на автобус и иду домой. И снова я прохожу мимо знаменитых фабрик итальянских. Это фабрика Гуччи. А вот там, если вам видно, там фабрика Версачи. И вот какой канал. Прямо рядом вода. Всё, сейчас ещё через один усик налево. И там я уже дома. Блин, у меня что, не встреча с друзьями, с подругами. Особенно и встреча с родственниками. Сплошной праздник. Ну, это, в принципе, здорово. Движуха. Когда движуха. Знаете, нам даже можно алкоголь не пить. Мы всегда есть темы для разговора и для смеха. В общем, мы смеялись сегодня снова. Находились. Движение этой жизни. Хвах. Редактор субтитров А.Семкин